Объект сдан. Многомиллиардная стройка Екатеринбурга завершена. Реконструкция центрального стадиона шла с сентября 2015 года. И теперь площадка на 35 тысяч мест имеет свои глаза, это полторы тысячи камер, и голос. Медиафасад приветствует гостей и озвучивает счет матчей. Дмитрий Сгагин одним из первых прогулялся по спортивному объекту и выяснил, зачем футболистам комната с искусственным газоном. В этих раздевалках впоры экскурсии устраивать. Здесь и мойки для бутс, и зал для разминки, и массажные кабинеты. Все по последнему слову техники. Не забыли строители и про большой стол для разбора тактики между таймами. Комфортно на новом стадионе будет не только футболистам, но и зрителям. Трибуны рассчитаны сразу на 35 тысяч болельщиков. Это места для маломобильных групп населения. Можно обратить внимание, что они стоят довольно широко друг от друга. Рядом стоит коляска инвалида-колясочника, например. Здесь эти места для сопровождающего. Стадион стал не только вместительнее, но и выше. Сейчас он словно семиэтажное здание, так что без лифтов здесь не обойтись. Их на стадионе 26 штук. Правда, не все будут работать для болельщиков. Некоторые нужны для поднятия грузов. Их уже опробовали строители. А вот поле встречать футболистов еще не готово. Пробудить от зимней спячки нужно будет не только болельщиков, но и само футбольное поле. Его к концу февраля накроют специальным покрытием и включат подогрев, чтобы уже к тестовым матчам трава была в полной футбольной готовности. Готовность техсистем стадиона можно оценить в этой комнате. Единый центр управления безопасности отслеживает обстановку вокруг и внутри арены. На экраны выводится более полутора тысяч камер, которые предупреждают операторов о возможных ЧП. Камеры в основном реагируют просто на движение. И там, где в зонах не должно быть движения, соответственно, это просто тревога. Плюс сообщения с датчиков о нарушении различных зон безопасности. Наблюдать за происходящим на поле можно будет из другого конца города. В парке Маяковского вовсю идет строительство фан-зоны, которое вместит 17 тысяч человек. Здесь на большом экране покажут все манчи мундиаля, не только из Екатеринбурга. Посмотреть игры можно будет абсолютно бесплатно. То есть это будет место, куда можно прийти с детьми, куда можно прийти всей семьей, где можно и покушать, и поразвлекать себя разными способами. Чтобы болельщики не пропустили ничего важного, для них запустили специальный сайт «Екатеринбург-2018», где будут писать об изменении транспортных маршрутов, расположении фан-зон и публиковать расписание матчей. Тата первого, тестового уже известно. Он состоится 1 апреля, и это не шутка. Дмитрий Сгагин и Ярослав Прохоров. Главные новости Екатеринбурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова